Статую красит вид, а для человека деяние его. Привет, я Даша, и сегодня это я продолжаю рассказывать с Верой Родославной. Мы, пожалуй, закончим этим видео с родом Перминовых и потом Перемуклопадином. Перминов не так много известно, поэтому так мало видео о них. Сегодня я хочу сказать об истоках. Так, Сибирь это такое место, в котором, пожалуй, мало чей род жил прямо-то с покон веков, если не какая-нибудь тюркская семья. Все с русскими корнями, ну, со славянскими корнями или каким-нибудь еще, потому что отсюда и немцы приезжали, и французы. Понимают, конечно, что их родословно ведется откуда-то, не из этих земель. И мне все хотелось добиться, откуда же мои предки. И с Перминовыми мне повезло. Выяснилось, благодаря ревизским сказкам. Ревизские сказки — это перепись населения, их существует, по-моему, 11. Проделиться нерегулярно. И вот мы нашли ревизские сказки за 1850 год и за 1858 год. В обеих этих сказках Перминовыми указаны именно как государственные крестьяне, которые переселились в Азиатской губернии, Глоздевской волости, Котельнического округа, деревни имени Верки Щекина. Также упоминается общество Нелиновского, чтобы это значить не имею. Так что до более ранних сказок руки еще не дошли. Поэтому с уверенностью можно сказать, что семья переселилась в Сибирь в 1850 году. Переселилась она ныне... Не знаю, как тогда называлась. А нет, подождите, знаю. Нет, не знаю. И как не поделюсь. В общем, сейчас это Красный Край, Курагинский район, деревня Курганчики. Тогда деревня называлась Курганчиково. Это была Енисейская губерния. А уезд, наверное, Минусинский или что-то такое. Итак, глава семьи Зиновий Сидорович Перминов. Это самый дальний предок, который мне известен. У него была жена Матрона, 40 лет. И их дети, Анисим, именно, кстати, от него я веду свой род. Ему было три годика всего. Акелина, Любовь, Афимия и Федосия. Итого, мужского пола двое, женского пятеро. Остались сведения и об имуществе, с чем они сюда пожаловали. Лошадь одна. То есть, отдельно считалось у женщин какое имущество. Я сейчас озвучиваю имущество именно Зиновия Сидоровича. Лошадь одна, челочка одна, полушубка семь, тулупа вдвое. Протков четыре, рубашек, к сожалению, неизвестно сколько, потому что там у меня в большая цифра. У жены Матрёны. А, есть еще теща в февроне, подождите, ей было 60. Сарафанов восемьдесят пар, кофт пятнадцать. И чего-то там, очень разборчиво написано, тоже пятнадцать. У жены Зиновия Матрёны. Полок один, мешков двое, чего-то там еще двое, тоже не оборщиво. Жакетов трое, платков десять, топоров трое, коз семеро, которыми не вот из волос, а корресень. Серб пятнадцать, долота два, сухарей два. И чего-то там, снова непонятно, на десять рублей серебром. Я также хочу подметить, что возраст, который я называла, это не возраст, когда им было, когда они переселялись, а сколько им было лет на момент кивистской сказки. Вот, вот такие вот дела. Предок мой, несим, здесь уже вырос, женился. Пошли детки, чьим продуктом я и являюсь. И, да, пожалуй, на этом сегодня все. Остается только пожелать вам чего-нибудь хорошего. Помню о прошлом. Не забывайте о настоящем. Вот так. Пока-пока.